Помните, какими были старые Вольво? Квадратные машины с металлом толщиной в палец, которые были просто неубиваемыми. Да, скандинавы знали, как делать действительно надежные вещи. А это современный Вольво XC 62-го поколения. И это самая востребованная модель шведской марки на российском рынке. И она всем своим видом намекает, что бездорожье и прочие проверки на прочность уже не ее стихия. Так в чем же шарм современных Вольво? Сейчас разберемся на примере этого кроссовера и расскажем о нем во всех подробностях. А еще я хотел бы напомнить вам про подписку на наш канал, включение уведомлений и ссылки в описании, в которых можно найти еще более подробный тест этого автомобиля в текстовом варианте. А также узнать, какие XC 60 есть в наличии у дилеров прямо сейчас и сколько они стоят. Смотрите, какая штука. В люксовых японцах, например, в Lexus UX или Infiniti QX 50, обзоры на которые ищите по ссылкам в описании, видишь дорогие материалы, отделки, дизайн и прочие атрибуты красивой жизни. Но вот ощущение премиальности с порога не возникает. В Вольво XC 60 все строго наоборот. Сначала ты понимаешь, что находишься в дорогой машине, а потом пытаешься понять, откуда растут ноги такого восприятия. И это ощущение живет даже в самой доступной версии XC 60, как у нас на тесте. Здесь нет вставок из хрусталя или натурального дерева, а сидения обшиты сочетанием ткани и кожзама. Но даже с такими вводными не возникает ощущения, что на тебе сэкономили. Обшивка центральной консоли мягкая, а внизу вместо жесткого пластика приятный ворст. И после всего этого обилие кожи в Lexus или разноцветность и разнофактурность Infiniti вызывают куда больше вопросов. Геометрия посадки великолепная. Кресло классный по всем параметрам. А диапазон регулировок и у сидений, и у руля безграничный. Однако процесс настройки оригинальный. Как я уже говорил, у нас на тесте недорогой вариант XC 60, поэтому электропривод здесь есть только у регулировки сидения по высоте и у поясничного подпора. А в продольном направлении и угол наклона спинки придется регулировать вручную. И, пожалуй, покупателям машины за 3,7 миллиона рублей можно было бы избавить от ручного труда. Зато XC 60 почти избавили от кнопок. Физические клавиши и крутилки тут можно пересчитать по пальцам. Потому что большая часть функций завязана на 9-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы Sensus. Здесь и навигация, и настройки машины, и управление климатом. Как правило, попытка нагрузить развлекательный комплекс с дополнительными функциями ничем хорошим не заканчивается. Но у Volvo, кажется, получилось. Да и отзывчивость и чувствительность экрана здесь практически такая же, как у iPad. У мультимедийной системы три рабочих стола. На основном находятся настройки телефона, радио и навигация, а также есть программируемая вкладка. И наполнение для нее прячется на втором экране. Туда можно добавить, например, данные о состоянии автомобиля, Apple CarPlay, который, кстати, опция, или, например, Википедию, которая расскажет вам о близлежащих достопримечательностях. Третья вкладка нашпигована виртуальными клавишами, которые отвечают за включение и выключение некоторых функций автомобиля. Здесь, например, можно включить и выключить систему слежения зарядностью движения или старт-стоп. Настройки и подсказки прячутся в шторке, которая появляется, если потянуть за вот эту штуку. И здесь же, например, включается индивидуальный режим работы управляющей электроники. Окно настроек климата разворачивается по нажатию в нижнюю часть экрана. Однако же данные о температуре и направлении обдува на дисплее будут всегда, что удобно. Короче говоря, кнопками в этой машине можно только затянуть стояночный тормоз, поставить песню на паузу или включить аварийку. И знаете, это не бесит. Куда больше бесит вечно заляпанный отпечатками пальцев экран мультимедийной системы, а также то, что в XC60 просто некуда деть смартфон. Здесь есть пара подстаканников, специальная ниша под вот такой вот красивый ключ, еще какая-то емкость непонятного размера и формы внизу центральной консоли, большущие карманы в дверях. Но если вы предпочитаете, чтобы телефон находился где-то поблизости, то пользуйтесь либо пассажирским креслом, если оно не занято, либо покупайте магнит в дефлектор с Алиэкспресса. Может быть, Volvo так поддерживают китайских производителей аксессуаров? Ну, если забыть про отсутствие места для мобильного телефона, то в XC60 есть все необходимое даже в базовой комплектации Momentum, как у нас, который стоит 3 миллиона 289 тысяч рублей. Такая машина уже оснащается двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, задним парктроником, подогревом передних сидений, навигацией и цифровой приборной панелью на 8 дюймов. Тестовый автомобиль стоит 3 миллиона 765 тысяч рублей, и из опции у него есть приборный щиток диагональю 12,3 дюйма, прокачанная навигация с информацией о пробках, подогрев руля, адаптивный кройс-контроль и адаптивные светодиодные фары. Кстати, а какой премиальный и среднеразмерный кроссовер выбрали бы вы? XC60, кого-то из немцев или, может быть, какую-нибудь машину из японской или британской роскоши? Обязательно пишите комментарии по этому поводу, а также участвуйте в опросе, который прячется в подсказке в правом верхнем углу экрана. По размеру колесной базы XC60 сравним с немцами. Расстояние между осями здесь почти такое же, как у BMW X3, больше, чем у Audi Q5 и лишь немного меньше, чем у Mercedes-Benz GLC, который недавно обновился, мы на нем поездили. И где искать информацию про эту машину, вы, наверное, уже догадываетесь. XC60 не лимузин, но я с ростом 183 см никакого дискомфорта здесь не испытываю. Прямо сейчас я сижу за водительским сидением, которое отрегулировано под меня, и запас для коленей вполне себе достаточный. Макушка в потолок не упирается, а ступни легко помещаются под опущенное в полпереднее кресло. Никаких регулировок здесь, увы, нет, но геометрия посадки удачная изначально. Для пассажиров второго ряда предусмотрели откидной подлокотник с подстаканниками, небольшую емкость, куда можно, например, налить воды для вашего питомца. Также здесь есть розетка на 12 вольт, электрические стеклоподъемники и отдельные дефлекторы в стойках. Также на XC60 ставят обычную розетку на 230 вольт и отдельную зону климата, но все за доплату. Втроем в XC60 сзади ездить, конечно, можно, но сидящему посередине будет мешать высокий массивный центральный тоннель, а его колени будут упираться в тыльную часть переднего подлокотника. Электропривод пятой двери – опция для Volvo XC60, которая входит в состав пакета «Практичность». Он стоит 44 200 рублей. Без него поднимать и опускать крышку придется вручную. Заявленный объем багажника – 505 литров, форма – почти правильный параллелепипед, порог присутствует чисто номинально, да и эта номинальность прикрыта металлической накладкой. Тот же самый пакет «Практичность» принесет в багажник розетку на 12 вольт, крючки для сумок и вот такую вот шторку. Но и без него здесь будет удобный отдельный карман, фиксаторы для большой багажной сетки, а также вот такой ремень, которым можно, например, зафиксировать незамерзайку. В подполье лежит докатка и есть пенопластовый органайзер, но он почему-то располагается в дальней части, поэтому побросать туда мелочь можно, но как ее потом оттуда вытаскивать – совершенно непонятно. А еще в багажнике есть кнопки для складывания спинок сидений второго ряда, но будьте осторожны, потому что как только вы на них нажмете, спинки просто рухнут вниз со всей силы и сломают, если у вас там что-то лежит. Зато образуется практически ровная поверхность, а значит погрузке вещей ничего препятствовать не будет. В декоративной панели под крайним правым дефлектором есть маленький шведский флаг, но с советского места он выглядит так, как будто отделку кто-то погрыз. В подушку дивана XC60 встроены поднимающиеся секции, которые могут выполнять роль детских кресел, и у них есть регулировка по высоте для детей разного роста. Хороший мальчик. На лобовом стекле XC60 есть прищепка, на которую можно повесить, например, пропуск на стоянку. Ага, прям как в Шкодах. Как и на других современных Volvo, мотор XC60 заводится при помощи поворота вот этой вот элегантной штуки. Правда, в отличие от моделей старшей 90-й серии, глушится он поворотом в ту же сторону, у них надо вертеть ее в другом направлении. XC60 построили на модульной платформе SPA. Это универсальная тележка, в которой неизменным остается только расстояние от передней оси до педального узла. Все остальное можно сжимать, растягивать, поднимать, опускать. И эта платформа дебютировала вместе с XC90 второго поколения. Спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади независимая многорычажка и, казалось бы, ничего удивительного. Но у XC60, как и у любой другой модели, построенной на платформе SPA, сзади вместо традиционных пружин используется поперечная композитная рессора. Круто, да? Не знаю, как у вас, но я, когда слышу слово сочетание задняя рессорная подвеска, сразу представляю себе какой-нибудь пикап, разгруженная корма которого так и норовит ускакать в соседний ряд. Но в случае с XC60 все с точностью до наоборот. Скажу больше, возможно, это самое комфортное пассивное шасси, на котором мне когда-либо доводилось ездить. Канализационные люки, термические швы, заплатки, рельсы поперек дороги эта машина проезжает благородно и уверенно, передавая внутрь лишь отголоски информации о совсем уж безобразных ямах. Энергоемкость? Ну, в Москве и Подмосковье так и не нашлось ни одного дорожного дефекта, который заставил бы амортизаторы XC60 замкнуться на ограничителе хода сжатия или отбоя. Крена или раскачка? Неа, ни того, ни другого. Управляется кроссовер понятно и безопасно, но без огонька. Усилие на руле комфортное, но очень искусственное. Реакции точные, но не спешные, а информативность баранки неуклонно стремится к нулю. Однако же есть пара моментов, на которые я не могу не обратить внимания. Таким комфортным XC60 будет на базовых, 18-дюймовых колесах и с пассивной подвеской. Пару лет назад мне довелось поездить на XC60 с колесами куда большего диаметра и с пневмоподвеской. И та машина до сих пор снится мне в кошмарах. Грубая, слишком много внимания обращающая на мелочевку, зудящая и тряская. И вот после вот этого автомобиля я наконец-то смог спать спокойно. Короче говоря, если комфорт дороже вам понтов и красоты, то берите базовые 18-дюймовые колеса и сэкономьте 131 тысячу рублей на пневме. Но если комфорт не входит даже в десятку ваших приоритетов, то заплатите 196 тысяч 500 рублей и возьмите XC60 на 22-дюймовых колесах. Да-да, для этой модели доступны и такие диски. И такие колеса еще сильнее обнажат главный недостаток XC60 на ходу – посредственную шумоизоляцию. Даже на базовых шинах и на ровном асфальте в салоне стоит гул от колес, а на оборотах выше среднего еще и не премиально гудит двигатель. Двигатель у нас, как и комплектация, самый простой. Это двухлитровая дизельная турбо-четверка, которая выдает 190 лошадиных сил. В гамме есть еще три мотора, но все они мощнее 200 лошадиных сил. А топовый бензиновый агрегат вообще выдает 320 лошадей. Короче говоря, нормальный налог будет только на такую машину. Коробка передач безальтернативный восьмиступенчатый автомат i-Syn. А система полного привода с муфтой HALDEX в приводе задних колес ставится на всей версии XC60. Тарактит дизельная четверка, конечно, не премиально, но тянет исправно. Момент приходит уже ближе к 2000 оборотов в минуту и очень неохотно уходит практически до отсечки, которая здесь располагается почти на 5000 оборотов. Разгон до сотни занимает небудоражащее воображение 8,4 секунды. Однако же для семейного автомобиля, который, как правило, обитает в городе, этого вполне достаточно. Двигатель непрожорливый, чуть более 9 литров на сотню и очень эластичный. Поэтому XC60 может легко добавить с любой скорости, которая допустима в России. Впечатление от силового агрегата смазывает только автоматическая коробка передач. Она переключается плавно и бесшовно, но в комфортном режиме работы управляющей электроники. Настолько неспешно реагирует на кикдаун, что успеваешь задуматься, а нажал ли я в пол. Эрик? Я думаю. Вообще вниз эта коробка переключается не очень охотно, но запас тяги мотора маскирует этот недостаток. Однако же в режиме Dynamic трансмиссия становится чуть более проворной и отзывчивой, поэтому его я не выключаю. За меня это делает сама машина. И вот это раздражает больше всего, потому что после выключения двигателя электроника самостоятельно возвращается в пенсионерский, я хотел сказать, в комфортный режим. И на что же волю поменяли толстенный металл кузова? Конечно же на электронных помощников и системы безопасности. Уже в базе на XC60 будет система слежения с зарядностью движения и функция предупреждения о возможном столкновении спереди. И они работают, не зная усталости. Однако за такую, казалось бы, будничную штуку, как слежение за мертвыми зонами боковых зеркал, в случае с XC60 придется доплатить. Причем почти 40 тысяч рублей. Volvo XC60 красивая машина и снаружи, и внутри. У нее просторный второй ряд сидений и вместительный багажник, способный обслужить потребности семьи из четырех человек. Также у нее прекрасная пассивная подвеска и не менее прекрасный базовый мотор. Недостатки? Слабенькая шумоизоляция, меланхоличный автомат и лишь частично электрифицированные регулировки кресел при цене в 3,7 миллиона рублей. Вот, пожалуй, и все минусы. И какой вывод? Покупать, не покупать или посмотреть конкурентов? В этом классе нужно обязательно смотреть одноклассников, потому что все они невероятно сильны. Mercedes-Benz GLC подкупает роскошью, BMW X3 азартом и управляемостью, Lexus NX и Infiniti QX50 высокой ликвидностью, а новый Audi Q5 тем, что к нему не придется привыкать после старого. Но если бы прямо сейчас мне нужно было выбрать среднеразмерный премиальный кроссовер, то свой выбор я бы остановил именно на Volvo XC60. С тканевыми сидениями, базовой подвеской и базовым мотором. Разве что за электропривод кресел доплатил бы.